приветствую друзья муки и кайф творчества вот мне как раз таки участник нашей школы человек будущего homo futurus дал вопрос вы же не случайно с оленом со своим сыном рисовать начали блоки у себя сняли я имена не произношу потому что я не согласовал захочет он напишет потому что он сказал если вы расскажете про то как сняли бог то это будет для всех полезно да я уже говорят заранее лайк ставлю да значит это нужно я расскажу пожалуйста дело в том что я с детства тоже любил рисовать ну рисовал так вот ну как все дети рисуют а потом блок возник почему потому что нам показывали на выставках как рисуют настоящие художники гениальны шишкин репин айвазовский шагал левитан но естественно я как школьника ребенка понимал что я так рисовать не умею и не смогу потому что этого потом нам говорили сколько труда там надо положить на то чтобы делать такие хорошие картины ну вот это все отпугивает меня по крайней мере отпугивало у меня возник блок что я художником быть не могу потом вот я увидел у моего друга рахмана шахалиева картины в таком буйном цвете не так как шагал рисует или айвазовский а совсем другие я ему сказал суши рахмана разве так тоже можно рисовать а он будет конечно можно рисовать по-разному художники есть разные ягод рисую так вот и у него буйный буйный цвет такой такие живописные картины но такие яркие сочные и он говорит я когда рисую я говорит снимаю у себя зажимы ну то есть блоки ягод хожу по комнате и пою мугаму я так удивился я говорю вода чё ты это делаешь он говорит это такой кайф говорит когда рисуешь говорит так вот вопрос муки великое творчество я тогда задумался я поэтому потом понял что в принципе когда я был ребенком любил рисовать вот каляки-маляки там я ленина рисовал потому что тогда это было модно ну вот потом мы написали книжку это у меня тамара зиновьева дочка философа зиновьева она искусствовед у него там несколько страниц есть от каляки-маляки как перейти к произведению окажется если каляки-маляки ребенка развернуть это получается произведение это очень интересно так вот дело в том что все дело в снятии блоков и вот я как-то когда я делал упражнения свои по ключу когда у меня руки разъехались по моему желанию идиомоторно когда я снял зажимы блоки шеи когда вышел на состояние мечтательности в этот момент я размечтался о том что рисовать буду только шедевры я буду рисовать так чтобы люди приходили и дивились какое диво я сотворил ну размечтался и в этот момент вдруг почувствовал что блок который у меня раньше был исчез и у меня появилось такое ощущение ну хочешь рисовать рисую я тогда еще арену говорю арену давай через год выставку сделаем но он не говорит папа мы рисовать не умеем самое интересное сегодня когда я уже сделал много выставок я член союза художников россии я лену меня член союза художников россии и картины такие рисую мощные которые у меня в книге вот во всех моих книгах в разных лет разные картины и всегда я ставил свои картины как пример что человек который снимает блоки который верит в себя он может быть и художником он может быть и поэтому он может быть и хорошим танцовщиком и спортсменом во всех областях есть блоки вот например в этой книге у меня это самая последняя книга вот здесь как раз таки вот эта картина я почему там ставлю вот эти картины книгу потому что чтобы показать что я не художника рисую на хорошем мировом уровне и олен хорошо рисует да то что мы все все каждый по природе творец как же мы не творцы если так даже библии написано что решил бог создать человека по своему образу и подобию это же не случайно библии люди написали это наблюдение многовековое за сущностью природы человека что человек по природе творец что ему мешает ему мешает страх ему мешает блоки мышления ему мешает штампы мышления и стереотипы мышления и авторитеты на самом деле надо научиться их снимать если рахману шахале его помогала он пел мугам уходил туда-сюда по комнате а я понял еще механизм что когда ты ходишь туда-сюда по комнате это из повторяемое движение повторяемое движение я написал много лет назад повторяемые движения снимают напряжение песня это стало народные 오� months house那ử организм теперь уже все забыли что это я придумал что повторяемые движения снимать напряжение так вот повторяемое действие зависит от частоты а чистота повторяемое такforth отвечу зависит от напряжения чем выше напряжение тем выше частота повторяемого действие например страх Например, страх сопровождается нервной дрожью. Ну, у девочки на экзамене, например, или мандраж так называемого спортсмена на соревнованиях. Нервная дрожь. Так идите навстречу природе, потряситесь, как природа просит. И сделайте другие ещё действия по методу ключ, чтобы снять эти лишние напряжения, которые заставляют мозг наш зависать. Зависание – это враг нашего мышления свободного. Зависание. Когда одна и та же мысль крутится, 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 как птица в силках, никак не вылетит на свободу. Так вот, для этого нужно по методу ключа снимать лишнее напряжение, чтобы не зависать, чтобы эту колесо консансары не повторять постоянно одно и то же. А чтобы выскочить на свободу. И тогда тоже муки творчества или кайф творчества. Конечно, муки творчества. Но муки творчества здесь – это уже кайф творчества. Потому что ты заранее знаешь, что если у тебя что-то не получается, то завтра обязательно получится. А это совершенно другая жизнь. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok pillенщик. Субтитры создавал DimaTorzok